И продолжают его пробивать. Просто УПЛа с базилкой сейчас почти 3 единицы маны регена в секунду. И это только первая аура цель. Да. А когда аура будет в 4, мы понимаем, что там регена будет немерена просто. Там Пудж пока ходит, воняет. Три героя внизу, видимо, думают, что планируется атака на Пуджа, но атака на Пуджа пока не планируется. Планируется атака на топ. Да, да, да. Может даже стоит выйти вот так вот. Ну, у Сайлента тут стоит вард, обсервер, который вот сейчас через 15 секунд упадет. Тем не менее, он стоял, он видел подходящую ЦМку. ЦМка? ЦМка, вот, воткнулась с энтречок. И Сайлента они пока не видят, они не знают, кем он конкретно находится. Они могут думать, что он уже ушел, но он вот здесь вот в лесах. Ну, сейчас его только-только первый раз видят. Ой, два каста, три каста потратили, спушивают линию. И Сайлент понимает, что крипов он никак увести не может, и вышку начинают тут ломать активно. Транквил тапки у Айрата. Ну, понятное дело, что нет шестого левела, есть у него станчик, но не может он сюда никак дорваться. Есть глиф, подтягивается сюда флай, подтягивается сюда лоха, и может быть драка. И причем эта драка может быть вполне в пользу команды Импайр, потому что у них есть возможность кому-то прилететь сюда на вышку. Есть дум, вот это самое важное. Есть дум, можно попробовать кого-то срубить. Правда, Шейкер только третьего уровня, это грустно, и Скаймак четвертого, но это еще более-менее. Да я вас задумал, что это все равно фраг. То есть 600 хп, но хотя есть дазл. Крайне забываем, что есть дазл. Ой, куда же ты зашел, Айрата, Айрата. И стан дает, будет ли дум в кого-то, Шейкер отрезает. Хорошая фиссура, в результате выживает Сайлент. Ну и Реген, конечно же, ему очень сильно помогает. Фрешмид, я там слышал. Сайлент, ты куда? Слушай, там Бруда умирает, да, ее просто сгорел пудж, и сам он дынается, опять же. Там у нас уже. Да, опять же Бруда его что-то не хочет бить. Пытается от него убежать как-то, но странно действует. Ну Йоку красавчик, он зрителям в Дот ТВ просто дарит шмотки, дынается, дарит шмотки, дынается, дарит шмотки, прям кроссовела. Беспокоится о зрителях, сразу видно. Я помню, на Сумаила все на даке просто молились, когда он в выигранной игре начал дынаиться, а эти, что там спили там, с кучей Бладстоуна, он раз дынается, второй раз дынается, значит, чтобы зрителям насыпало. Ну, да, да, там еще нормально отсыпало на даке тогда, я помню. Да, бесплатно в Дот ТВ там миллионы смотрели. Ну и Т1 падает, Т1 падает, и по деньгам мы видим, что Эмпайр ведут, но это преимущество очень маленькое, но по экспедиции у них все хорошо. Вот тут упала вышка, сейчас упадет другая, снизу упала, на топе тоже упала, в миде Шторм, Шторм улетает, Шторм чувствует, опасность улетает. Ну и Резоль, Фейзы, Аквила, Резоль понимает, что он надежда этой команды ТП, опасно. Хороший, кстати, телепорт, сейчас могут поймать, да, вот, минус Skyros Mage, сразу же Фессура никак не останавливает парней из ЛС, потому что Дазль, но у Дазля есть Грейв. Тут самое время, да, его повесить, так, Шрапнельки там больше нет, есть Шрапнелька, заряжает в Даззла, Даззл. Такой, подхилялся, очень миленько так. Ой, слушай, Ацемка-то тоже мы убрём. Она тоже умирает, да. А вот это вот уже Фит, а вот это Фит такой хороший сейчас для Тим Эмпайр. Даблкилл Резолюшн, он настолько хорошо сейчас заезжает. Ну это просто халява, это реально халява, и нужно стараться такую халяву как-то искоренять. Вот, Бруда сейчас очень хочет напасть на Пуджа, против Пуджа вот эта строта с окружением очень классно работает. Он типа горит, типа думает, что у него всё ок, но на самом деле нет, вот, вот, начинает на него нападать Бруда. Просветка, осторожно надо, тут Шторм полетел, конкассив шот, здесь же Снайпер отрежут Бруду. Отрезают! А, слушай, а её-то не просветило. Какой хукшот? Ну что это? Что это за хукшоты? Паучки же, всё нормально, всё по плану. Ну вот, смотри, Пудж возвращается, правда у него есть регенчик, поэтому с ним всё ок. А ему вообще не надо хукшот качать было, не помню, зачем. Я тоже не понимаю, там иллюзии ПЛа и Пауки. В кого ты собрался тебе хукшотами кидать? Я вот в момент пика Пуджа я сразу подумал, какого чёрта? Ну, мол, ладно, там, взять какого-то необычного героя, но почему-то на Пудж? Это Тайтхантер какой-то. Так, и снизу сейчас будет убивать Бруду, её убьют процентов 90. И ты смотри. Ну вот, сейчас достал, да, хорошо. Типа, норм, снайпер у нас отваливается. Да, Бруду тут убили, окей. Но опять же, это один из тех случаев, когда это скорее исключение, чем правило. Да, когда повезло, скажем так. Ну, Мэтнессер и Золя там на топе пытаются кого-то найти ЛЦ, они тут никого не найдут. У Империи по-прежнему более-менее всё хорошо. Они ведут по деньгах, ведут по экспе, и им надо продолжать. Я тут смотрю пока на зарубу. Там уже 10-10 стало. Там уже 10-10. Липсайд Тактикс. Слушай, а Бруда-то ушла снизу? Что? Что? Её не было видно. Неожиданно, Бруду не было видно? Ты ещё скажи, что у неё подсетка инвиз есть. Её реально не было видно. И она ушла в инвиз. Мидас Бруды прилетает. Ей сейчас по курице пытаются понять, где Бруда. О мой бог. Замедасирует этого пацана. Вот с 3. Да, ну это жесть. Тауэр на нижней линии пытается спрессовать сейчас Хим Импайр. В миде у нас Шторм Спирит. Тем временем уже Сулринг все собрал. В хайграунде стоит у нас Сайлент. Сайлент прожигает, сейчас Шторма нет, поздно уже Шторм улетает. И Сайлент не смог ничего сделать. Как она оттуда ушла? Пешком. Причём реально пешком. Просто так взяла и своим пешком ушла оттуда. И второе ТП уже, третье ТП уже. Ну там проблемы, очень серьёзные проблемы. Там пытается уйти Резолюшн. Полетел Доппельгангер. Ну хорошо, Шейкер, Шейкер хорошо. Но Йоку можно всё равно цеплять. Будет ли ещё хорошо. Смотри, что происходит там с Резолюшном. Его Ом-Ном-Ном делают. Да, братанчик. Братанчик, у меня проблемки. Йоку тут тоже погибает. Кстати, там так чисто случайно... А чё они Йоку не убьют, не убьют? Вот я же говорю, чисто случайно проходили мимо Пуджа и убили его случайно. Там ещё Шейкера чуть-пауки. Они просто проходили мимо тоже. Раз его вкуснули, минус треть ХП. Бруда сначала даже, возможно, засомневалась. Может, это иллюзия. Ну тебе бы да, как-то странно. Как-то действительно быстро отваливается. Ну и слушай. Это реально... Вот если бы не тот фит снайпера лютейший, там... Ну не то, чтобы совсем лютейший, но всё равно. Ну типа была бы уже вообще жопа. Да, была бы совсем полнейшая такая здоровенная... Здоровенная... Как у Пуджа. Как у Пуджа примерно, именно. И... Всё, что вселяет надежду, это пока действительно только снайпер. Снайпер, у которого фейзы Мом. Причём, знаешь, вот он со своими фейзами Момом, у него плотности нет совсем. Абсолютно. А там, извините меня, плевок, копьё и шторм. Он просто втроём на тебя, вот, вот, всё вышеупомянутое по тебе попадает, и ты мёртвый. Это, это да. Я вот вспоминаю разговор наш на... С Пакером, с НСом, на Студанале, где мы обсуждали группы Старладера, типа... Не, ну, группа А, Cloud9, Asus Polar Empire, ну, London Conspiracy. Да, ну, единственный плюс этой группы, что хотя бы одна СНГшная команда на финалах, да точно будет. Ага. Ага, Даззл, здесь, тем временем, погибает Даззл, но стягивает сюда внимание своих тиммейтов, он очень хорошо помансовал, да, он, конечно, погибнет здесь, но суть в том, что все знают, что пятером тут тусуются ребята из Эмпайра четвером. Ну, и вот он, Фантом Ланс. Да, сейчас подсвечивает, видит Пуджаев. Это пилиган, геничка, ему бы его прокачать, как бы, потому что здесь экшен, там, нон-стоп, и кулдаун, ну, слишком большой, по-моему. Ну, обычно, обычно ПЛД стараются его качать в один просто, чтобы было. А, диффуза, ну, готовый, да, считай, диффуза. Ну, не хватает соточки. Мама дорогая. Бруда на топе хочет Сайлента, он, нам, нам. Ну, Сайлента тяжело будет съесть. У него земля, вот это единственное, что его хорошо спасает. Бруда. Так вот, Бруда. Тише, тише, Бруда. Она сейчас типа байтит, а там Шторм просто рядышком. Смотри, в чем прикол. А, ну, со Штормом убивает вообще. Со Штормом вообще изи, действительно. И если Сайлент вдруг останется на линии, он пока вроде бы уходит, что очень, конечно же, приятно. Но если бы он остался, его бы там, по-моему, приговорили. Да, его бы определенно убили. Дазл опять пошел умирать. Мне нравится упорство этого парня. Он хочет завардить. Он хочет завардить. Причем он поставил вард, который в результате видит лишних 2 сантиметра вот этого холмика. Вот смотри. Ну да. Вот здесь вот. Вот эту вот зону он видит. И не видит вот эту вот зону, где вард, собственно говоря, и стоит. Бывает. Это косяк. Так, ну и тут проблемы могут быть сейчас у Шторма. Если его притянут, то Резолюшн побежал. Ну там вард стоит, поэтому Шторм видит прекрасно, что за ним выехали. Ну и Бруда тут. А, кстати, а почему бы не напасть на Резолюшн под Мэддесом? Бруда, ты что, 800 хп там. Это же вообще легкие деньги. Ну смотри, там хочет на ЦМочку напасть Резоль. Еще одна Шрапнель, но она уже за вышкой. Конку же, да. Стой, стой, стой. Не достает. Резолюшн. Там Теренская Расмак погиб. Резолюшн. Отбился от стада? А, там Бруда сейчас, кстати, она просто сейчас всех в спину сгрызет. Тупо всех. Трихук мимо. ЦМку ульта нули, ничего не произошло. Бруда в спину. Сейчас зайдет. Ну, там Сентряк. Там Сентряк стоит чуть выше, поэтому очень опасно Бруде здесь находиться. Уйди, ультуй. Уйди, ультуй. Так у нее нет шестого уровня. В этом есть небольшая загвоздка с Шекером, когда на 15 минуте у нее нет шестого уровня. Я очень сильно сильно сильно. Да. Это дизастер. Дизастер. Это полностью дизастер. Там Диффузлы уже готовые. Ага, почти 1000 голды сверху. Ну да, сейчас Пауэр Трэдс какой-то себе докупит. Не знаю, может, Трвлав, Стилены какие-то. Ну, почему бы и нет. А имперцы пошли вот это толпой пока бегают. Кого-то ищут, непонятно кого. Пейл в это время внизу подфармливает. Ну, по деньгам уже догнали. Конспираси по экспе уже вышли вперед. Ну, это из-за побегушек вот этих коллективных. Да. Ну, а рано или поздно же Фантом Лансер-то станет уже Фантом Лансером. Да. И будет с одного копья убивать полкоманды. Второй день подряд терпят от этого товарища наши коллективы. Вчера Асус Полар не понимали, что им делать с Фантом Лансером. Ну, сегодня, кажись, пока понимают ребята из Эмпайр. Вот есть там у Паджика Лангвард. О-о-о, вот это уже хардкор пошел. Бруда приобретает Дагон. Хотя, кто его знает, хардкор ли это или не хардкор. Он нормальный, в принципе, выбор. Ну, и Брудмазер по-прежнему топ-1 Нетворса. Отстает немножечко с Сайлент. Он тоже с Мидасом. Сайлент идет в Агниме. Он Агним довольно быстро соберет. Ну, Цемка тут умерла. Да, Цемку там нашел Рудж. Так, Мансит, Мансит, Мансит. Снайпер. На! Че ты вещаешь? Ты уже умерла. В Миде? Драка? В Миде Флая убили? Ну, считай, суппорта на суппорта, грубо говоря, поменяли. Ну, непонятно только, что Флай так далеко делал. Бруда отходит, пришел Алоха и очень много денег заформил. Ну, как сказать, очень много. 1300 у него сразу стало. Ну, потратить Эхо Слэм на что? Не знаю. На... На Крипов. Да, на там 400 голды. Ну, такое. Но более-менее с контактами. Все равно он чувствует, что драки пока нет. Так в том-то и прикол, то, что вот сейчас ты так шмаркаешь с Шихословым, пацаны говорят, ха-ха-ха, пацаны. А поехали драться. А поехали, так зайдем к ним. Там ведь шейкер полезный. Да, да. Там нарисовал тем временем Йоку, что давайте на низ как-то перетянемся. Или он нарисовал, что на меня сейчас пойдут что-то такое. Ну, хрен его знает. Он очень рискованно здесь тусуется, потому что, ну, его реально очень быстро будут избивать. Если он подставится под слоу, вы сами понимаете, что копье, а потом через диффуза, и ты никуда не уйдешь. Да, да. Так, снайперы, я так понял, про плотность вообще решил на эту плотность забить. Бруда просто под центряком. Она проиграет, кстати. Она у нее ульт еще есть, но, правда, Doom подходит. А, Бруда выиграла ПВП, так, к слову. Грызи, грызи давай, грызи. Паучками дынается. Почти, но это было бы очень круто. Это было бы очень круто за дынается. Но ПВП она выиграла, и у Саны сейчас проблемы, потому что он без маны, он пытается пешком уйти, он быстро купил себе Аганим, потому что он понимает, что он сейчас погибнет. Врывается на него, где... Ну, там ульт Дазла на нем уже висит, соответственно, количество брони падает с каждой секундой, и в один прекрасный момент ему просто ЦМка валит на пятихат. Тиммейты на него забили полностью, Шейкер не мог прилететь, не было ТП, Скай тоже не мог прилететь. Ну, от Пуджа толку не было вообще, да. Вот это та самая ситуация, когда толку от Пуджа не слишком много. Он, конечно, мог бы в теории прилететь, попытаться вытянуть Дума, если бы там не было 100-500 пауков, каких-то 200 тысяч иллюзий. Но они там были. Ну, они там были. В том-то и прикол, то, что они будут постоянно, герои такие вот у ребят из ЛС, специфические. Ну что же, и Лондон Конспираси продолжает, продолжает давить, правда, снайпер красавчик. Снайпер выходит на третье место, Тум обходит уже Бруду, то есть заработали денег хотя бы на то, что ее убили. И понемногу-понемногу имперцы таки держатся за счет этих двух героев в первую очередь. Ну, блин. Да, тут герои у Лондон Конспираси не такие, которые будут сноуболить. То есть не факт, что они соберут какие-то артефакты и пойдут всех убивать. Нет, это не так. То есть Фантом Лансеру еще очень много денег для того, чтобы стать реально очень опасным. Пока он просто опасный. Да, пока он просто такой юркий, изворотливый. Тут на Бруду опять выехали. Всю игру ее гоняют, просто всю игру пытаются ее поймать. Тут уже вижена нету, они ее просто-напросто не видят здесь. Они не знают, где она. Она дает инфу, что, ребят, вот... Ну вот, Йоко будет ли нажимать просветку сейчас или нет? Нет, пока не нажимает. Ребята просто выезжают на Тауэр, будут ли дефить этот Тир-1 Тауэр. Сейчас парни из ЛС. Почему бы нет, он в спину зайдет и можно поубивать, как бы. В чем проблема? Ну, Бруда сейчас вот крипов держит и, в принципе, этого хватает. Это важно. Блин, Кушейкер, это очень важно, я бы сказал. Это прям нереально важно. Да, потому что в этой игре это то, что надо. Тавр в миде упал тем временем, забрал его ПЛ. У ПЛа, кстати, после тревелов уже тысячи голды имеется и перетягивается, считается, вся команда. Там на Пуджа выехали, и Пуджа увидели, и Пуджа убили. Ну и будет ли помощь, будет ли какая-то хоть помощь. Йоку проседает, Йоку Шейкер очень хорошо в двоих прыгнул. Стандал тоже по двоим, даже по троим, но Шторм его просто в разные стороны развалит. И вот он. Вот он ПЛ, там параллельная Росмага тоже развалили. Бруда его сгрызла, это минус три без каких-либо потерь. Плюс 2500 XP, плюс 2000 голды. И ЛЦ начинает на этой карте реально доминировать. Да, теперь это уже действительно можно назвать серьезным преимуществом, когда вы имеете вот эту бруду, которая несмотря на свою такую, опять же, специфичность. Хотя бруда с догоном это уже нечто, что весьма серьезно укоренилось в нынешней мете. Ты просто неожиданно появляешься возле какого-то суппорта. Суппорты зачастую тонкие. Ты два укуса. Во-первых, на бруду напали. Ну зачем это? Что это? Не знаю, не знаю. Даззл сейчас будет ее просто постоянно подхиливать. Промахивается Алоха. Ну реально Артурка катает. Сто пудов со смурфа зашел. Ну залетает еще конкассив в нее. Ну а там Даззл опять же. Грейв, да-да-да-да. Должен быть сейчас Грейв. Вот он Грейв. Вот она бруда, которая все равно сейчас умрет здесь. Ну вот за счет того, что пытается нейтралом оттаться. И отдала нейтралом больше пять человек. А здесь, кстати, погоня. Шекер за Даззлом. У него нету Грейва. У него есть только хил. Он захиливает себя. А что ему Шекер-то теперь сделает? Вот в чем прикол. Расстреливать его. Смотри, Цемка. Вышла. Ты что делаешь? Цемка думала, видимо, что Шекер тут остался один. Наивная женщина. А вот это был фид. И Фантом Лансер погибает тем временем тоже от Пуджа и снайпера. А вот это сейчас фиданули. О, это очень. Опять же, очень серьезно фиданули. Опять же, в ответ залетает до 2000. И 2500 эксприт. Да, вот Фантом Лансер. Ей простительно. Так он тоже блондинка, если что. Да? Да, он тоже блондинка. Ты в виду, ну окей. Это состояние кыши. Да, да, да. Не только по цвету волос. Появляется в тем временем Мьелнир. Мьелнир это хорошо. Мьелнир это то, что будет делать пью-пью-пью. Так, ну там. Что, закончили? Да, да, да. Закончили 2-0. Красавчики. Клипсайте, вы же здесь группа. Поздравляем. Там Копенгаген Гейбис пока из сгова идет, если вы вдруг не поняли, о чем мы. Бруда продолжает грейдить Дагон. Я считаю, что, блин, Некра 3 было бы здесь намного лучшим вариантом, чем Дагон. Но почему-то приобретает Брэдмазер. Нет, Некра хороши. Слушай, Дагон реально неплох. По одной простой причине. У Снайпера по-прежнему нет БКБ. У Снайпера одного Дагона хватит совсем скоро. Ну да, кстати, там уже Дагон 3. Понимаем, что это 600 дэмэджа как бы. И Дагон плевок, и все. Это минус Снайпера. А если он включил Мэднес, то там одного Дагона хватит. Ну и вот Пэл. Пэл пока плотности совсем не хватает. Очень не хватает плотности. Ему срочно... Ему надо в Тараску идти, а он собирает сейчас себе Яшу и манту будет делать. Он сейчас умрет. Ну вот минус, минус, да, Фантом Майнсер. Второй раз уже он умирает. Вот это уже полная тупость. Только начали доминировать ребята из ЛЦ, они просто-напросто начали фидить. Топ-2 нетворса уже у имперцев. И они отыгрывают более 2500 голды. Они по экспе 7500 проигрывали, осталось 2500. И имперцы сейчас возвращаются. А все почему? Все потому, что Пэл. Отдайте вы ему свои леса. Пусть он просто стоит и фармит свои долбаные леса. Бруда пусть засядет в чужих. И пусть ее там пытаются гонять, убивать. Ее все-таки загнать намного сложнее, чем Фантом Майнсера. В результате сейчас ситуация наоборот. Пэл, убить которого труда особо не составляет, против пятерых пацанов. Пэл, причем у которого на прочность нет вообще ничегошеньки. Ну и понятно, что его будут наказывать. Да конечно, конечно будут наказывать. У Пэл есть все. У него есть СМ, есть ее аура. То есть стой, не знаю, где угодно. Фарми, хоть до посинения вообще. Причем фарм же идет у него намного быстрее, чем идет, например, у того же Дума. Должен идти хотя бы. Но, как мы видим, так не получается. Получается так, что он на пятом месте по Нетворсу. И это удивительно, кстати. Не, ну у Дума-то что, у него два Ормидос, у него все замечательно. Он ходит, кушает крипов, двух пацанов за минуту добил, и Нетворс такой же, как и у среднего хорошего фармила. В принципе, да, и делать ничего не надо. Так, ну дазл, дазл левел 10 уже. Четвертая хилочка. Да, конечно, по бруду вообще идеально заходила эта хилочка под ее пауканов. Так, ну и что у нас здесь? Здесь у нас Дум, здесь у нас Earthshaker, затаились, девятого левела ЕС. Не одиннадцатый, конечно, но тут и Фантом Лальсер всего-то двенадцатый. Дума, я так понимаю, там, да, уже почти пятнадцатого уровня. Ну, опять же, это подчеркивает то, насколько товарищ долго живет, долго бегает по карте. То, что у него, вот у Сайпера тоже почти шестнадцатый левел. Чего ты его не начал грызть? Боится, уже боится, бруда уже очень боится. А вот так с тревелов сюда. Ой-ой-ой, флай, братан, и копье. Главное подсветить, и все. Тут особо... Ой, бруду поймали, он там влетает, Шторм Спирит нападает на Снайпера. И Снайпера убили, это самое главное. И Йоку тоже погибает. И Алоха тут тоже умрет, все умрут. Тут просто умрут все. Задумили у нас Шторма, Шторма еще хилят, и гривировать будут здесь. СМК Новый год, это Тим, Вайп и Шторм. Сейчас будет Хилл, сейчас будет Грейв, вот он Грейв, а Хилла ему еще дай, пожалуйста. Ну, сейчас он ждет, он ждет, когда вот Грейв подойдет к концу. А, и весь просто решил задунайить. Отлично. Неплохо, неплохо. Ну, а дальше это было просто делом техники. И мы видели, что такое Дагон-3. А уже летит, по-моему, Дагон-5. Это уже 800. Флай! У которого 858 хп. Ну, это 600 урона чистыми, если вычесть резист, стандартные 25%, это 600 урона. А это, да, это целый Скаймак практически. Снайпер, включив Мом, получает вот 800 урона. Вот замечательного плана вытащил. Ой, алоха! Сейчас Дагон нам ему дадут, скорее всего. Есть там Мом, Дагон Снайпера, все! Минус Лу ХП! Все, это Снайпер, это мейн керри. А все почему? Потому что Снайпер собрал себе Мьолнир и Кристалис и не досужился собрать себе БКБ. Минус Флай, минус Йоку. Это очередной химвайп, это почти ГГ, я бы даже сказал. Да, это уже действительно Г. Да, осталось вторую половинку. Вторую половинку, потому что сейчас ПЛ дособирает себе Монтостайл. У него только что не было даже Яши. Он за вот эти вот полторы-две минуты дособирал себе на Яшу и на Монтостайл. И они сейчас уже заходят на хайграунд. А там еще 25 секунд не будет Снайпера и 30 секунд не будет Пуджа. Благо дело, у Шейкера есть Даггер и Ульт. Сейчас может быть что-то красивое. Смотрим. Алоха, давай Алоха. Да куда? Ну что это? Алоха! Ну реально, ну что это? Ну стоят же люди толпой, да прыгни же ты. Ну и вот сейчас уже разойдутся, Паучков не будет. Все, Паучки ушли, уже ты не прыгнешь. Ну все, типа... Все, все, все. Да, ты... Ладно, ладно, ладно. Сторона упала, Алоха надо было. И ну что это такое? Это уже, да, это прикольно, но ты... Ну сторону потеряли, Алоха тоже сейчас будет умирать. Никого не убил. Ну не знаю, как по мне, это реально провал. Да, он ждал момент, когда появится кто-то еще из его команды. Но там уже были люди, помимо него. Ну Паула потеряют, скорее всего, да, его потеряли. Да, да, ну хорошо. Еще может быть Дазла даже потеряют. Кстати, слушай, это минус три. Но все равно это сторона. Это сторона. Это сторона, да. Это сторона, даже учитывая то, что это минус три, это не самое важное. Да, зарабатывает, конечно, Эмпайр много денег. Ну что это им даст? Что это даст снайперу? БКБ это ему не подарит. Кристаллис это ему даст, да. Ну, Кристаллис это, конечно, круто, но все равно он умирает с догона. Он включает Мэндесс и умирает с догона. Ну, а Бруда сидит и ждет. Просто Мэндесс, на, догон, фулл хп. Тут дуршлаки протерла, посмотрела, где снайперы, и все, и пошла его убивать. Вот сейчас бегает мимо Сайлента здесь у нас Реалакс на Бруде. Он опять-таки ждет кого-либо. Ждет, ну, желательно, снайпера, либо Скайросмага, который для него просто фраги. Просвета. Есть просветка сейчас у Пуджа. Паджик, Паджик. Ну, там вот Алоха умер в лесу. Да, Алоха поймал, Шторм и убил. 14 зарядов у Тормана. 14 зарядов. Ой-ой-ой. Ну, так, размяло немного. Так это потому, что плевка не было. Не было ни плевка, ничего. Легок 300. То есть 300 и 800 это 1100, отнимаем 25%, получаем 800. Ну, грубо говоря, да. Ну, то есть не убивает Славик, 50 хп остается. Там вот как раз самое-самое под этот. Ну, поэтому я говорю, обычно там кусает разок-другой, а потом и всё. Да, ну или можно купить Эзериал Блейд. Денег хватает почти. А это уже не будет помогать никому. Да, там Шторм опять летает, разведывает. Он на хосте с регеном. Боже. На хосте с регеном 14 зарядов. У него БКБ. Ой, Цемочка. Цемочка умрёт. Цемочка умрёт, но Пуджику надо бежать. Есть просто так. Пуджика тут тоже хорошо так могли поднапрячь. Ну, в сторону. Тер-2 вышку тут тоже забрали. Хорошо. Т2 творов в Империи не осталось совсем. Проигрывают они 10 тысяч голды и 10 тысяч опыта примерно. В 15-м этих пару фрагов мы видим, что это дало. Ой, у Борда ещё и блин. Она будет добираться до снайпера. Всё. Сладкий ты, Буболех. Без БКБ. 1100 хп. Да, вот сейчас мы вспоминаем ситуацию, да, с Артизией и ППД. Да, вот это. Блин, Артур. Как там? Блин, ППД не надо. Хватит. Хватит. Здесь то же самое. А тут реально будет то же самое. Снайпер в главной роли не забываем. Так, снайпер он всегда выступает в главной роли, когда вот против него команда хочет играть. Каким-то одним героем. В той игре это был Леон. У него реально хорошо получилось в начале. Он там сделал пару минусов, выформил быстрый даггер. И просто прыгал, давал палец. Всё. И было больно. Очень больно. Он просто ждал, когда снайпер включает мум, врывался и убивал его в соло. Суппорт Леон. А здесь ситуация несколько иная. Тут у нас Бруда. С пятым даггоном. Неприятно. Паджик покупает тоже даггер. В надежде, что можно будет как-то прыгнуть, кого-то цепануть, что-то такое сделать. Имперцы дерутся, имперцы дебют трассы. Крипы вораки поломали тем временем. Ну, в общем, понимаешь, смотри, задумка имперцев, опять же, она была ясна. Вот этот шейкер Пудж, типа Абуз, там Фюсура, Крюк. Но мы, опять же, на стадии драфта. Пудж был взят последним. То есть ты знал, что тебе придётся драться против толпы иллюзий, пауков, прочей дряни. То есть... Ну... Зачем? Не знаю. БКБ! Наконец-то, наконец-то снайпер насобирал себе на БКБ. Теперь реально Бруде будет чуть сложнее. Она теперь будет выбирать цель у кого-то другого. А у снайпера будет реальный шанс настрелять. Так что имперцы ещё могут за него зацепиться. Если снайперы успеют прожать БКБ до того, как его щелкнут... Ну, это... Нет, обычно надо нажимать БКБ в драке, а потом всё остальное. Ну, она может просто с инвизов прыгнуть, и ты не успеешь. Ну, ЛЦ. ЛЦ успокоились со своим давлением. Пропала Эггис, они его не реализовали в ещё одну сторону. Это плохо. И надо сейчас попытаться ребятам из... Эмпайр этим как-то воспользоваться. И они пытаются. Пошёл Смоук. Ну, давайте, давайте, поехали. На бруду просветы есть. Смотрим, у кого есть просветы. Есть просветы у... У ЙОКУ есть дасты. Понятно, делаем Кигем. У ЙОКУ есть дасты. Ну, и вот, вот, хотят, хотят найти сейчас эту самую бруду. Её нашли. Опа! И нет просвета. А бруда с другой стороны реки. И всё, просветка потрачена. Они знают, где она. Тут стоит Сентрик. Сентрик. Ну, бруда прям такая на Сентрик наступила. Оттыкнул его там Алоха. На уж, ну... А ПЛ тем временем пол Тараски уже собрал. Так просто прикол в том, что да, ПЛ скоро будет кидать одно копьё. От иллюзии ты никак не избавишься. И есть, конечно, Мьёлнир, который будет помогать с ними справляться. Но они реально с приобретением Тараски станут совсем жирными. Ну, типа да. Типа это проблема, конечно. Ну и брудмазер, что там будет покупать? Три 600 у неё. Пока ничего она не покупает после блинка. Ну, наверное, какой-то... Чё ты не знаешь. Что-то на жир, наверное, надо ей купить. Жир? Трепляй. Тоже вариант. Я не знаю. Репрессер. Репрессер. Кому, бруде? Да. Репрессер? Не, эзерил, эзерил вообще замечательный шляп. Эзерил круто, кстати. Продать сау ринг. Просто кусь, эзерил... Пф-пфф. И всё. И... Иззи катка. Там Пуджа, кстати, видят. На него нападают Очень-очень близко здесь Алоха И вот тут дает такой станчик Бруда на Алоху, кусь, плевок И, кстати, Бруду тут поймали Пытаются, пытаются ее убивать, но подходит Фантом Лансер Подходят все, на Бруду отлично вешается Грейв Это минус 2, Бруда, естественно, выживает И где-то умер еще и у нас А тут на подходах умер Флай А что он там, ну ладно Фантом Лансер по дороге увидел и убил И опять минус 3 Да, единственное, что останавливает ЛС Это отсутствие Рошана Я думаю, сейчас они его дождутся, заберут Аегис И все, у Шторма уже 17 зарядов в Бладстоуне У него уже 30 единиц маны регенных Секунду, это Просто какие-то колоссальные цифры Ну блин, какими пиками играет ЛС И насколько это круто, что первая, что вторая игра Опять же, тут хорошее Исполнение Это не просто шаблонный набор героев Который уже достал за последние времена Да, да, да Резоль, БКБ Ну не поможет тебе, братан, БКБ А помогает Нет, помогает, помогает ему БКБ Проблема в том, что делать дальше Дальше у нас Слушай, это еще минус СМК Шторм Шторм тоже минус Ну да, да, да Он появится через секунду, потому что у него 18 зарядов Через 9 Но травелов у него нет Спартан просто подбежал, забрал гем с места, где умер Шторм Спирит и убежал Но снайпер-то все равно умер А, ну, тогда да Тогда неприятненько Снайпер все равно умер, его бруда загрызла Пудж Хукает Спартана Спартан с гемом, поэтому нельзя его терять Ну, Пуджа хороший магический резист, поэтому не надо вот так вот в него там подплевывать На него если набрасываться, то надо набрасываться конкретно Ну и вот пока выигрывает время Вот он, вот он главарь стоит Камнеголовый, надо его забирать Надо Шторму давать этот Эгис Хотя я не уверен, что стоит давать Шторму Лучше, наверное, отдать его все-таки Фантом Лансеру Ну, Пэлла Тараска через 50 А, ну тогда, может быть, Пэллу и не надо А Шторму Шторма заряда-то поменьше стала И 12, то есть, наверное, он будет сидеть уже секунд 25-30 Несет себе уже Пэлл Тарасочку И, брата, купила себе Эгглсон Будет ли это Патерпля или будет это Эзерел? Я хочу видеть Эзерел, если честно Я тоже хочу видеть Эзерел Эзерел реально крут Догоном этого Рошана Каменного валят Ну и все, вот он, Фантом Лансер 2600 Здрасте Куча иллюзий 23 брони Доппельгангеры эти Манта Стайлы И не забываем, что он еще и режет ману Очень страшный персонаж Определенно Это при том, что он еще диффузата не грейдил То есть, он понимал, что заряды, возможно, придется как-то рефрешить Ну да, потом за грейджу себе Пока ему хватало первого левела Дифижел Блейда 31-22 Ну, Бруде что-то летит Нет, Бруда все-таки решила Там он летит к Флайу Такой себе герой под названием Шторм Спирит Шторм, Шторм, Грейв Шторм улетает Шторм нет маны Шторм, кстати, погибнет Шторм теряет Аэгис Да, ну, слушай, а что делать со Штормом после того, как он возродится? А, Фантом Лайцер легку в таверну Шейкер хорошо Оооо, и в Дуппельгангер уходит у нас Фантом Лайцер в момент хосква Да, все, на Алоха там забили Алоха там догорает Также у нас проблемы могли быть у Резолюшена, но все разбежались Тут Сайлент Слушай, сейчас же Бруда придет Вот она, вот она пришла Бруда Брудинская Через секунду будет еще один догон И даже не было Сгинаете этого Нормально, нормально Не прощают Просто не прощают Это действительно Эзериал, Бруды Ну и сейчас лучше не подходить к ней Не подходите к ней Она обиделась Раз и навсегда Ну это такая, что действительно раз и навсегда Причем обидеть может очень конкретно Ну сейчас просто Блинг, Эзериал и догон Вот она ждет, когда у нее Блинг от КДшца подходит Блинг, Эзериал и догон Ну ладно И снайпер 136 кп А что не плюнула? Ну потому что дно? Простила Не плюнула Решила, что хватит дэмэджа Ну вот это была ошибка Снайпер сейчас получит ультснайпера Ой, снайпер, говорю Пэйл получит ультснайпера И может погибнет Но нету Ну там опять же Тараска, он отошел Секундочка прошла Хотя почему они ушли? Ну нету, ну ладно Они битые Бежит сюда даза Очень битый Пэйл, да Сейчас скорее всего Они просто тут еще немного потусуются Пэйл уже пол хп на базе уже Сейчас они немного тут потусуются И скорее всего продолжат заходить Привела, есть Фантом Лансера Шторм подтянется Бруда убивает людей Это был Скайросмак Ну, бруда, она по кулдауну Просто будет прыгать и убивать Это смотрится Это прям Звездные войны 12 фрагов уже Он стоит у него же от кулдауна Слушай, я вспоминаю Это, блин, когда-то Когда я был маленький-маленький Был такой сериал Пауки убийцы? Не-не, Лекс был, помню Сериал назывался Лекс? Про корабль Стрекозу Органический такой Космический корабль Стрекозу Я помню его реально Может быть я один его помню Скажите, может мне он снился У меня в детстве было только польское телевидение Я смотрел Стартрек и прочее А я смотрел на польском ТВ Небеспечные динозауры О, ну чувак Небеспечинство На ближайшее Тиранозаурус Фантастическое польское телевидение Да, да А еще там был Каспер Пшиязный Душек Конечно Каспер Пшиязный Душек Это как-то шлиф Лелики Боли Каспер Пшиязный Душек Муминки и прочее Ерес Там много чего интересного Смурфы Так Мадара Больно Ой-ой-ой-ой Это было лоха Там пошел Дум Прыгает на Сайлент БКБ Пытается драться Шторм влетает просто в Снайпера Снайпера цепляет Снайпер БКБ пытается стрелять Снайпера отогнали чуть далеко Чтобы он не стрелял Ноль дэмэджа нанес за драку Пока Снайпер Двое уже умерли Сайлента закончилось БКБ Новый год ему в лицо Йоку с Дагона погибает Сайлент погибает Это ГГ Это фантастика 2-0 ЛС Побеждают ЛС имея победу 2-0 Над Эмпайр И поражение 1-2 Над Асус Полар Имеет статистику Между этими тремя командами 3-2 3-2 Между прочим А теперь слушайте внимательно Если Клауд Найн выигрывает У Асус Полар Асус Полар Например проигрывает У Эмпайр 2-0 То у Эмпайр будет 2-2 У Асус Полар Будет 2-3 А Лондон Конспираси Будет 3-2 И Лондон Конспираси Выходит дальше Я вам скажу другое Если Эмпайр выиграет Даже 2-1 У Асус Полар То у Асус Полар Будет 3-3 И у Лондон Конспираси Будет 3-2 И Лондон Конспираси Выходят дальше Это жесть Чувак Это просто жесть На данный момент Если команда Клауд Найн Выиграет у Асус Полар То у Лондон Конспираси Едут на финалы Это жесть Из про серии Это просто рвань Из про серии Из про серии Ребята Это к вопросу о том Что там на про серии происходит Что там за нубы играют Чемпионы про серии Последних трех сезонов Компас Гейминг Нынешние Hellraisers Вега G2A Нынешняя Вега G2A Которая неплохо играет Тогда они Team Igor назывались Ну Гумба те же Гумба Нет, Гумба не были чемпионами А, они не чемпионами Они через второе место занимались И вот они Лондон Конспираси У которых сейчас просто Невероятный шанс На попадание на ландфиналы Старладдера Да, да Кто-то жаловался на жеребел Я там на жеребел Вот это, да Все дела Жаловались на жеребел Фантастика Я Очень крутой матч На самом деле LC Вот отыграли Прям От души Как говорится Пацаны просто как в папчике Зашли А давайте-ка убьем Вот Чем мне нравится Подобный стиль игры Тем, что ты порой Смотришь на линию Видишь на ней трех героев И думаешь, а почему герой Который стоит против них Еще жив И все Почему? А вот так А пацаны думают А действительно, ребята Почему он еще жив? Пошли, зарядкликали его просто И все Очень Это реально Очень-очень-очень просто Особенно, когда У врага имеются Вот такие вот Пять героев Без эскейпов По факту Пудж Вот он эскейпился как мог Он два раза суицидился В начале игры Потому что Это был единственный вариант При котором бы Он хоть какую-то пользу Приносил там Для своей команды Да Не просто так умирая Да, ну вот она статистика Я же продолжаю Возграх считать Турнирную таблицу И Прочитав все варианты Team Empire теряет все шансы Вообще их ничего не спасает Empire никак не попадут на ланы Даже если они 2-0 выиграют У Asus Polar Это им не поможет Потому что при победе 2-0 На Asus Polar Дальше проходит London Conspiracy При победе 2-1 На Asus Polar Дальше проходит London Conspiracy То есть У Asus'ов есть один шанс Им нужно выиграть У Cloud9 Если они проиграют У Cloud9 То вы знаете Что произойдет Asus Polar Empire завтра будут играть В этой игре Будет много решаться Для Asus Polar А вот Asus Polar Против Cloud9 Это игра 6-го апреля Будет Вечером Супер важный матч Прям Супер-супер важный матч И Снайпер на нее все равно Больше дэмжа Чем Бруда Но это такое Это такое Это все такое Ух ты Ух ты Тут вот спрашивают Пригласят ли ЛЦ на квалок Инту Да По-любому пригласят Это вообще По-моему Ну в Европе Не так и же много команд Которые Надо звать Но ЛЦ По-моему Вот такими вот матчами Они больше током Да нигде не играют Да И здесь Ну я думаю Вот такой вот игрой Если они попадают на ланы А это очень вероятно Они будут на квалах Короче грязь Реально грязь Шикарный день сегодня был Мне понравились матчи Мне очень понравились матчи Cloud9 против Empire Хорошая игра Ну а вот Empire против London Conspiracy Это вообще Must see, must have Must watch Must bow Да, да, да Карты Обе карты были очень-очень классные Очень динамичные Если вы Как я уже говорил Хотите посмотреть Как надо играть в папчиках Обязательно посмотрите Просто идете И деретесь Побеждаете пацанов Которые думают Что они вас переформят Класс Класс И еще раз Класс Безусловно Ну что ж Мы наверное будем Уже прощаться потихоньку Да Скажем вам всем Огромное спасибо За то что были сегодня с нами С вами На протяжении всего вечера Работали Вилат и Каспер И до скорых встреч По ту сторону Сетевого кабеля И не забывайте Через буквально час Финальный матч Сетевого кабеля